Привет, друзья! Ну что ж, пришла моя посылка, про которую я говорил в прошлом видео, с разными штуками классными для монет. Сейчас я буду распаковывать и покажу, что я купил себе для коллекционирования монет. Но перед этим хотел напомнить, что уже совсем скоро выйдет следующий видеоролик, в котором я буду разыгрывать вот эту вот монетку. Это у нас унцовая монета из серебра. Условия будут фактически в следующем видео, но одно из условий нужно подписаться на мой второй канал. Как только там будет 1500 подписчиков, я выложу это видео с розыгрышем, так что, пожалуйста, подпишитесь на него. Ну что, давайте стартовать. Единственное, что нужен какой-то более серьезный нож. Этот уже за два года выполнил свою функцию. Хочу себе какой-то клинок. Ребята, может, посоветуете какой-нибудь большой классный клинок для распаковки посылок. Смотрите, что происходит. Он просто не держит уже. Может быть, вот такой приобрести себе и буду распаковывать им. Что думаете, а? Так, все. Готово. Есть. Так, вот так вот запакована посылочка. Очень красиво. Все для коррекционера Numis. Гляньте, все прям пломбы какие. Как обычно, я уже на этом сайте брал. Гляньте, какая упаковка. Прям вообще класс. Чтобы все было безопасно. Мы тут все выбросим. Выбросим их. Нам не надо, не надо. Обалдеть, ребята. Супер. Просто класс. Какие-то книжечки. Думаю, это специальный каталог. Вот мой списочек, что я купил. Я накупил очень много разных холдеров для монет, капсул. Я накупил много-многих холдеров, капсул, листов к альбому. Вот такие вот цены. В принципе, все доступно и не космические. Плюс там сейчас будет действовать еще скидочка новогодняя. Так что я ссылочку там напишу. В описании оставлю. Давайте смотреть, что тут ко мне приехало. Еще одна папка. Что тут есть? Во-первых, вот такой вот лист. Этот лист я использую для своего альбома. Давайте покажу. В него как раз получается разместить вот такой вот замечательный лист. И вот так вот легко щелкивается и размещается. Супер. Видите? Легко перелистывается. Вот у меня мои жетончики. У Ганского завода. Вот области, кстати, без двух областей. Пока. Там по печать. Смотрите, как красиво смотрится. Так. Дальше наши холдеры. То, что я заказывал. Вот это размер. Чуть попозже буду в них размещать монетки. Посмотрим. Как раз для обычных обиходных монет. Копейка, 2, 5, 10. Все-все-все монетки можно разместить. Так. Это у нас как раз квадрокапсулы. Давайте покажу. Так. Она открывается. Давайте раз подкунула разорвем. Я уже как-то показывал на своем канале. Вот эти, собственно, квадрокапсулы. Вот так вот они идут запакованы. И смотрятся просто офигенно. Как-то там жетоны, монеты. Я сейчас буду размещать. Покажу вам дальше. Какие-то монеты. Ребята, я сейчас понял. Есть такая акция у магазина. Он в каждую посылочку добавляет разные-разные монетки. Так что вы не знаете, что вам придет. В данном случае это иностранные монеты. Я, честно сказать, в них не очень хорошо разбираюсь. Но кто разбирается, напишите в комментариях, что это за монеты. Я их чуть-чуть дальше покажу крупным планом. Блин, прикольно. Всегда неожиданно, да, что тебе достанется подарком от магазина. Вот такие монетки. Я думаю, это новогодняя акция. Так, дальше у нас, соответственно, вот такие листы. Гляньте, как раз под монеты. Это для папки. Вот один лист, второй в таком приятном цвете. И, собственно, куда эти листы будут размещаться. Что тут еще? А, это мой лист заказа. Он еще запакован. Интересно будет распаковать, посмотреть, какой он там прям внутри. Идеально по цвету. Прям подходит под мои все папки. Супер. У меня они такие темно-синие. Блин, гляньте, класс. Вообще идеально. Так, вот. Приятный звук, когда всегда открываешь что-то новое. Походу, на защелках или на магнитах. Ага. На вот таких вот штуках. И можно, он может быть наборной, получается. То есть, те листы, которые вы хотите себе, они размещаются легко вот в таком вот кейсе. То есть, давайте проверим, как. То есть, вот такой вот мы выбрали лист под такие монеты. И как он ложится? Опа. Легко ложится. Так, дальше, например, вот такие листы можно под монетки еще, получается, использовать. Так, это три. И вот они. Четыре. И мы запаковываем. И почти очень плотно перекрывается. Опа. Конечно, вот его можно поставить и на полку, и просто положить. Бляньте, какое тиснение. Единственное, что не хватает какой-то ручки, знаете, чтобы переносить свои монеты. Хотя, я думаю, он просто для хранения именно в домашних условиях. Без конкретных ручек. То есть, как обычный альбом. Только ты хранишь его. Оп. Нет, открывается классно, кстати. Раз. Давайте посмотрим. Вот у меня есть тоже лист под области Украины. И можно хранить вот в таких вот капсулах. Но здесь у меня есть жетоны Луганского станкостроительного завода, которые не совсем подходят под эти ячейки. И они там просто так вот болтаются. Довольно неприкольно. И я под них заказал вот такие квадрокапсулы. Давайте посмотрим, как будет выглядеть жетон вот в такой квадрокапсуле. Вот такие вот у меня есть жетончики. Довольно нечастые. Монетный двор Украины. Герб. То есть, смотрите, идеально. Раз, два. Смотрите, идеально. То есть, жетон стал как родной размер. Я подобрал абсолютно точно. Ну, классно, что еще на сайте могут подсказать менеджеры по размеру. То есть, если вы совсем не знаете, можно написать, позвонить, и они вас проконсультируют. Давайте разместим сейчас все жетончики. Супер. И самая интересная особенность, что фактически вы можете любой размер жетона разместить вот в такой квадрокапсуле и на одном листе. То есть, даже если у вас жетоны немножко больше, чем... Ну, вот, например, у меня есть жетон большего диаметра, большего размера. Мы его можем легко переложить в квадрокапсулу. Просто шикарно смотрится. Гляньте. Класс. Давайте сейчас я переложу вот свои вот эти вот жетоны, пробные, в квадрокапсулу. Видите, они сейчас лежат в китайских таких ячейках. Но, видите, не очень красиво, так как здесь они по размеру сильно, сильно больше. И приходилось ставить такие уплотительные, не всегда красиво смотрятся, чем, вот, например, в черных вот таких вот квадрокапсулах. Давайте данный жетон. Это луганский станкостроительный завод, гладкий гурт. И он, видите, с одной стороны делался из пуансона для Голландии, а с другой стороны это тестировали так 100 шагов. И, в принципе, есть в одном экземпляре вот такая монетка, там где трезубец с другой стороны. Но она как пробная считается, да, и в единственном экземпляре известно. И можно ее разместить. Кстати, вот гладкий гурт довольно реже встречается, чем обычный. Вот так вот размещается. Гляньте, какая красота. И сейчас попробуем разместить другие размеры. Вот этот жетон чуть-чуть побольше делался для киевского метрополитена, как пробный. Ну, а другую сторону все равно решили тоже отчеканить. И вот он с легкостью является вот в 25-ку, в размер 25 мм. Вот такой вот жетончик с надписью Киев. Вот такой жетончик у меня есть в дубле. Так что, скорее всего, я готов им поменяться на какой-то из жетонов, которых у меня нет. Ну, либо на продажу. Так что, если интересно, напишите мне в телеграм. Полностью заполненный лист с жетонами. И вот он легко защелкивается. И выглядит просто, мне кажется, супер. То есть, он выглядит просто супер, мне кажется. Дальше этот лист размещается в папку. Сейчас я покажу. Добавляется полностью в эту папку. Опа! И защелкивается. Вот так, соответственно, будет храниться. Много таких листов, я думаю, можно разместить. Но думаю, тут вот сейчас на три. Думаю, еще три спокойно. Может быть, даже и больше. Гляньте как. А как же понять, как выбрать размер под ваш жетон Украины или монета Украины? Вы можете воспользоваться, на самом деле, каталогом монет Украины Максима Загреба. И всегда у него указываются размеры конкретных жетонов, либо монет. Все-все-все есть. И серебряные, и обычные монеты. Везде указываются размеры. Так что вы, благодаря вот такой книге, сможете легко определить, какой размер капсулы вам покупать. Так, я решил вам показать еще немножко из своих серебряных монет, как они, собственно, укладываются вот в такую папочку. И довольно прикольно оно выглядит. Вот, смотрите. То есть, бархатная такая ткань. И такие монетки просто шикарно смотрятся. Я понимаю, что они совсем с разных времен, но коллекция серебришка, это всегда прикольно и приятно. И когда монетки мы добавляем, и они настоящие, их можно в любой момент взять, посмотреть, полюбоваться, порадоваться. Они вам какое-то удовольствие принесут, да. Я уже показывал, что, к сожалению, сейчас очень много копий, подделок есть и на советские монеты делают. Вот, например, это копия монетки вот такой вот. Они очень похожи. И не только на советские, а на какие-то более серьезные. Ни в коем случае не покупайте. Вот данная монета была приобретена моей соседкой, который сказал, что вот, ей там дешево предложили, и она решила все-таки купить. Не покупайте монеты, в которых вы не разбираетесь. Я у нее одну приобрел, чтобы вам показать на канале, что такие монеты не стоит покупать с рук, потому что такая оригинальная монета стоит, ну, просто сумасшедшие деньги. Конечно, все мы верим в удачу, что нам повезет найти монету 1723 года. Но если мы не профессиональные кладоискатели и нам предлагают купить возле остановки троллейбуса, пожалуй, это не настоящая монета, так что она будет лежать у меня в коллекции. Периодически буду вам показывать и говорить, что не стоит покупать монеты вот так вот возле остановок или где-то на базарах, которые супер дорогие и супер редкие. Так, несколько монет в динариях, которые я покупал на Виолите. Напишите мне в комментариях, какие монеты, как вы храните, как вы храните серебряные монеты у себя, в каких папочках, в конвертиках или вот в таких вот вариантах. Мне очень интересно, поделитесь. И что вы собираете, потому что у всех, видите, коллекции совсем разные. У меня в основном монеты Украины и чуть-чуть совсем есть серебряных монет. Ну, мне кажется, это тоже такое небольшое увлечение. Довольно приятно иметь в себе серебряные монеты. Конечно, состояние у них не штемпельное, я это понимаю. Но все равно некоторые монеты мне дороги, так как они достались от бабушек и дедушек. Вот, ну что ж, вот такая вот папочка. Сейчас посмотрим, как она закрывается. И я думаю, отлично, монетки там будут храниться. Она очень плотно, получается, прищелкивается и вот так вот размещается. Очень плотно. И давайте посмотрим, что там произойдет в такой момент. Как вы думаете, монеты перемешались? Нет, все на месте. Все на месте. Эта монета не поместилась. Единственное, что, видимо, Китай не хочет размещаться сюда. Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Поставьте лайк, напишите комментарий. И до новых встреч, всем пока.